Так, мы сейчас находимся на этом холме, если смотреть прямо отсюда, мы вот так, ос, вот так, и мы специально сделали вот эти холмы, четыре, ну, главные холмы, это чтобы было буфер. Вот это самый большой пешеходный фонтан в России, дети будут там сели день, это 100%. Самый большой водный лабиринт, правильно? Самый большой водный лабиринт в России, да, и самый большой мультимедийный фонтан в России тоже. Какая площадь проекции будет? Площадь проекции будет примерно 200 квадратных метров. Они отдут там проекторы вот сюда и отсюда? Два проектора. 20 на 10, это будет грандиозная история. 30 метров высота, по-моему, да, вот? 30 метров высота. Высота этих пушек до 30 метров, да, техническое помещение 5000 квадратов там под этим фонтаном, 2200 струй, то есть это реально очень такой мощный, грандиозный. Сколько здесь людей может сесть? Мы считали, только на двух этах. 5000, да, у нас выходило. А, 5000, нет, 5000 это вот вокруг, а там точно 1000 людей спокойнее. 1000, конечно. Это будет любимое место в городе 100%. И хочется где-то посидеть, вот хочется кафе хорошее, открытое и зимнее кафе, чтобы было критически важно вставить сюда коммерческую функцию, чтобы малый бизнес мог здесь что-то зарабатывать. И вот здесь вот построить действительно хороший большой ресторан двухэтажный, больше не надо, чтобы ничто не выпирало, как это здание, так со всех сторон. И, может быть, сверху на здании можно сделать открытую площадку и открытое кафе еще. Согласен. И вот здесь вот точки питания надо здесь посмотреть, Джеки, надо посмотреть. Здесь у вас будет такая история, когда мы начинали строить, все говорили, что это не Россия. Вот это будет вот здесь место, они будут говорить, что это не Дагестан, это не знаю, что там такое. Версаль или еще что-то, или Петергоф, не знаю. И поэтому людям не будет хотеться отсюда уходить никуда. Они выйдут из забора, погрузятся опять в эту атмосферу, да. Они будут хотеть здесь же сидеть, любоваться видом. Дети будут играть, мамочки будут хотеть смотреть за своими детьми и так далее, и так далее. Туалеты где у нас? Здесь туалеты, здесь туалеты. И вот здесь туалеты. Для Хизири Магомедовича мы как раз согласовали, вот мы вот при входе в парк здесь вот поставим. При входе обязательно, при выходе тоже. И при выходе тоже в той стороне поставим. А здесь? Здесь тоже туалеты. Просто масса людей, масса людей. И туалетов должно быть достаточное количество. Мы смотрели, вот говорят, здесь строить были сувенирчиков, там какие-то киоски. То есть там высота холма позволяет строить. Сувениры продавать было бы здорово на самом деле. Чтобы люди от чуда увезли какие-то сувениры. Главное нам не испортить сейчас общий вид. Списать это все. 150 насосов. Наверху 2000 с лишним форсунок. 400 киловатт общей мощности. 5000 квадратных метров. Насыщенность. Оборудование такая плотная, хорошая. Много. Но есть, если что, место что-то добавить. И что-то увеличить, добавить, усилить можно было. Это самый крутой фонтан в стране, конечно. Наш первый отрезок в Благоске университет 800 метров. И падает где-то 40 метров. Вот так. Начало приедать. Мистическая миля. Начало протянуть с крепости и заканчиваться. До конца до моря. Через парк Мизами. Маяк. Заходить. По идее нашего главы города. Подрождаем традицию древнюю. Коврового базара. Сейчас мы приглашаем производителей и торговцев со всего Южного Дагестана. А нас узнают уже и торговцы Северного Дагестана. И тоже просятся к нам принять участие. А этот, сколько по времени делается? Вот этот коверт приходится от 4 до 6 месяцев. Знаете, после того, как ты увидишь, как это делается, сразу же уважение и хочется купить, конечно. Грандиозный труд. Спасибо большое вам.